Здравствуйте! В эфире программа Сарапул новостей. В студии с вами Артем Сергеев. И сегодня мы расскажем вам о самых последних событиях из жизни нашего города. 15 октября в Сарапуле состоялась большая межрегионально-научно-практическая конференция. Встреча была посвящена столетию Третьего Всероссийского съезда Удмуртского народа, на котором было принято решение о создании Водской области и вхождении ее в состав страны советов. Как развивается удмуртское национальное движение в наши дни, о чем необходимо задуматься уже сейчас. Над непростыми вопросами размышляли участники съезда. Тема научно-практической конференции «Удмуртское движение. История и современность» была выбрана не случайно. На этой встрече представители удмуртского этноса вновь обращались к истокам зарождения национального движения удмуртов. Известно, что задолго до официального статуса национальной республики среди удмуртов были активисты, которые отстаивали национальное определение своего народа в большой стране. В 1901 году в удмуртской деревне Большой Гандыр Сосновского уезда Пермской губернии возник тайный игрушок единомышленников. Туда вошли четыре молодых генеричных учителя Удмурта – Шкляев, Яковлев, Волков и Каримули. Это были смелые инициативные люди, при исполненной решимости действовать первые два воспитанника казахской научной семинарии, двое других бирской кружок. Этот был разогран, все были арестованы, и они прошли хождение по мукам, пока не добились своей идеи. В республике, в которой сейчас по численности населения Удмурты на втором месте, важно не только сохранять количественную численность, но и увеличивать этот показатель. Результаты работы национальных организаций в этом направлении будут хорошо видны после очередной переписи населения в 2020 году. У нас состоится в октябре, в начале следующего года, состоится перепись населения. Это очень важное тоже событие абсолютно для всех, кто живет на территории Российской Федерации. И на самом деле по результатам переписи, по большому счету и по честному говоря, будут оценивать нашу с вами совместную работу. А как мы с 2010 года, когда прошла перед этим перепись населения, как мы с вами работали? Насколько мы выросли или убыли в количестве, я сейчас говорю об Удмуртском отнесе? Насколько у нас увеличилось или уменьшилось число людей, которые считают умунский язык своим родным языком? Я думаю, что сейчас нам в течение года нужно будет особенно сконцентрировать совместные усилия и ресурсы для того, чтобы вот этот год так хорошо поработать до октября месяца. Участники конференции отмечают, удмуртская культура не должна быть обособлена от реальной жизни. Национальная литература, живопись, драматургия, музыка должны быть частью культурной жизни республики. Когда культура сводится только на танцы и на сценическую культуру, это уже не культура. В первую очередь надо знать свой язык, крепко любить его, потому что это основа основ, потому что отрываясь от своего языка, мы отрываемся от той информационно-энергетической зоны, поля, которое накоплено веками нашими предками. И именно через язык мы познаем лучший удмуртский мир. А когда вот фестивали, шоу и все прочее происходит, просто вот показать удмуртскую культуру, я считаю, это еще не культура. Для развития национального удмуртского языка важно наличие практики для его носителей. Ольга Сунцова, учитель удмуртского языка и литературы, отмечает, в Ярском районе, где она работает, осталось всего две школы, в которых изучают удмуртский язык. Учитель поясняет, удмуртский язык имеет несколько диалектов, и когда нет практики, понять их разницу детям сложно. У ребят вызывают сложности в учебнике в том, что учебники каким-то образом построены на диалекте южных удмуртов, и в итоге им вот вызывают трудности. А мне-то, и раз я обучалась здесь, в Удгу, в Ижевске, там я жила и с девушками из Алнарского района, я практически этот язык уже, диалект понимаю, о чем идет речь. А так, ну если вот учить, вникать, ну они поймут разницу, смысл только в том случае, если будет какая-то практика. Если эти же ребята, предположим, из южных районов будут выезжать в северные районы, будут общаться с ребятами из северных районов, вот тогда они разницу поймут. Помимо выступлений, участники, а это делегации из Удмуртии, Башкортостана, Татарстана и Пермского края, познакомились с работами мастеров декоративно-прикладного искусства, побывали на национальном дефиле и смогли приобрести национальную литературу. Билет в будущее. В Сарапуле стартовал проект профессиональной ориентации школьников. В рамках национального проекта образования сарапульские школьники побывали в индустриальном техникуме и познакомились с профессиями, которые он предлагает. Впечатления ребят и педагогов от этой встречи в нашем сюжете. Индустриальный техникум в Сарапуле стал площадкой проведения практических мероприятий в рамках проекта профессиональной ориентации «Билет в будущее». В течение трех дней ребята смогут познакомиться с искусством декорирования холодных блюд, закусок, изучить различные способы складывания салфеток. Школьники узнают различные технологии каменных работ, виды кладок из кирпича, камней и познакомятся со строительными смесями, а также узнают, как востребована профессия каменщик. Сразу в двух помещениях техникум представил свои профессии. Вот у стола учителя химии школьники сами проводят опыты на наличие ионов в том или ином веществе. Ребят увлекает результат. Жидкости резко меняют цвет. На дисциплине химии я даю основы анализа. То есть мы в основном учимся на таких модельных системах, то есть на растворах. А уже анализировать объекты питания, то есть допустим хлеб, молоко. Студенты у нас учатся на спецдисциплинах. А здесь ребята формируют канапе специальными фигурными ножами. Месят тесто и делают макароны. Приготовление блюд нравится не только девочкам, но и мальчикам. На данной площадке у нас несколько компетенций. Одна из компетенций – это поварское дело, где у нас ребятишки ознакомливаются со специальности поварское и кондитерское дело. Данная специальность предполагает изготовление холодных блюд и закусок, горячих блюд, кондитерских изделий. На ознакомительном этапе ребята у нас изготавливают канапе, знакомятся с техникой нарезки и также у нас работают с тестом. Не было отбоя от желающих попробовать себя в роли каменщика. Владислав Пылев из школы номер 23, надев форму и взяв в руки мастерок, понял, что сделать кирпичную кладку не так легко, как кажется. Это было достаточно трудно, я волновался, не знал, что делать. Мне даже помогали. По словам мастера, каменщик должен работать с определенной скоростью, соблюдая ряд важных правил, которые гарантируют качество постройки. В первую очередь надо по шнуру причалки выполнять кладку, чтобы ряды были ровные, плотно заполнять промежутки между кирпичами, которые называются швами, и выполнять правила разрезки. То есть над каждым швом должен быть обязательный кирпич. Если у нас не будет перевязки швов, значит кладка будет непрочная. Поэтому надо соблюдать именно правила разрезки и системы перевязки кладки. У школьников была возможность проверить йогурты на наличие крахмала, познакомиться с видами электродов, запаять металлопластиковые трубы и соединить электрическую сеть. От представленных возможностей ребята были в восторге. Мне больше понравилось делать канапе. Это интересно. Это даже творческий подход может найти. И действительно, очень понравилось. Это очень хорошо, что проводят такие встречи, потому что мы уже на пороге выбора профессии. Нам нужно уже об этом задуматься. И эти мастер-классы нам пригодятся в будущем. Мы, может быть, по ним выберем какие-нибудь профессии. Уже на следующем этапе реализации проекта «Билет в будущее», который пройдет в ноябре, ребят ждут профессиональные пробы. На них школьники получат более углубленную информацию о заинтересовавшей их специальности. Далее наш эфир продолжит рубрика «Сделано в МОНО». Наша съемочная группа побывала на Сарапульской птицефабрике. Сарапульская птицефабрика была образована в 1959 году и является одной из старейших птицефабрик Удмуртской республики. Мы закупаем суточные цыплят. В основном у нас два производителя суточных цыплят, где мы берем это племенное хозяйство Свердловской области и второе – это Вараксино, Удмуртская республика, город Ижест. Суточных мы закупаем, выращиваем корпусы для молодняка до трех месяцев, потом мы их переводим в основное производство, вот где мы находимся. На основном производстве работает шесть корпусов. Всего на производстве больше 250 тысяч кур. Все курицы – породы ломан-браун, а не коричневого окраса. В качестве эксперимента было закуплено 50 кур породы коралл. Они несут яйца не в привычной белой или коричневой окраске, а в скорлупе кораллового цвета. Оборудование, в котором содержатся куры итальянского производства. Это пятиярусное оборудование фирмы Валли, производства Италии. Мы его получили в прямые поставки прямо с завода. На сегодняшний день это самое лучшее оборудование, которое есть в птицепроме в мире. В автоматическом режиме курам идет корм и также проходит сбор яиц. По конвейеру они отправляются в сортировочный цех. Здесь все яйца делят на категории. Каждое яйцо идет по весовке. То есть машина определяет весовку, где вышка, где отборка, где первая. И вот, то есть, печатается, штампуется машинка. Идет специальный аппарат, то есть она штампует яйцо по весовке. Они все одинаково на вкус. Вкусные, то есть ничем. Единственное, что вышка отличается, может быть в нем по два желтка. Яйца бывают пяти категорий в зависимости от веса. Высший, отборный, первый, второй и третий. Укладка яиц в кассеты и коробке проходит как вручном, так и в автоматическом режиме с помощью специального приспособления. Это пылесос. Там вставляется кассета и, соответственно, присасывается. И от присосок уже идет к конвейеру. И яйцо идет по конвейеру. Всего на предприятии работает 40 человек. Если говорить о производительности фабрики в коробках, это 400 коробок по 360 яиц в день. Главное же на Сарапольской птицефабрике – это не сколько производительность, сколько экологичность производства. Куры едят витаминизированные смеси, которые готовят в кормовом цехе фабрики. Корм курицы состоит от, во-первых, пшеницы, процентов 60, 55-60, ну, в зависимости от рациона. Плюс ячмень, который тоже необходим. Ну, там процент небольшой, до 10%. Дальше мы добавляем тоже ракушку, которую привозим тоже с разных, ну, в принципе, с Дагестана в основном идет, вагонами. И здесь БМВД – это витаминно-минеральные добавки. Дальше еще, в принципе, немножко соли идет. И подсолнечное масло. Вот это, в принципе, в основном, больше мы туда ничего не добавляем. Ну, еще шрот, вот, жмых, который, в принципе, дает энергию птице, чтобы она была упитана и неслась хорошо. Рацион курс состоит из простых, но очень нужных ингредиентов. Ракушка – источник кальция, масло – источник жирных кислот, пшеница – источник протеина. Именно поэтому сарапольские яйца поставляют в дошкольные учреждения. Диетическим яйцом мы полностью обеспечиваем детские и дошкольные учреждения города Сарапула. Мы поставляем в том числе продукцию свою в детские учреждения города Воткинска и города Ижевска. Все детские учреждения получают диетическое качественное яйцо именно сарапольской птицефабрики. Также сарапольские яйца можно купить из соседних регионов и областях. В планах у предприятия 60-летней истории – расширение производства. Планы дальнейшие – это мы планируем построить еще один цех по переработке яйца, то есть по сортировке яйца. Будет у нас сортировочный цех, планируем построить, закупить новое оборудование и построить еще один цех для взрослых кур. Куриное яйцо, кладовая аминокислот и белка. И так приятно осознавать, что такие нужные для каждого человека продукты производятся в родном моногороде Сарапул. Искусство приходит в детские больницы Сарапула и лечит. В рамках социального арт-проекта «Яркое начало» координаторы проекта «Года здоровья в Удмуртии» приглашают присоединиться к росписи стен в детских медицинских учреждениях. В проекте могут участвовать горожане любого возраста, готовые поднять настроение маленьким пациентам и добавить красок в их больничные будни. Работа будет вестись в течение двух дней. Регистрация для волонтеров открыта на сайте администрации города и ее страницах в социальных сетях. 26 октября волонтеры встречаются у входа в детскую поликлинику Сарапульской городской больницы по адресу улица Молодежная, дом 7, а 27 октября у детской больницы по адресу улица Лесная, дом 8. Специальная подготовка не требуется. Положительными эмоциями, едой, питьем, красками, кистями и всем прочим для работы и творчества волонтеров обеспечат. Приглашаем присоединиться к проекту всех желающих. А следующая информация будет полезна для всех горожан. В преддверии сезона простудных заболеваний важно позаботиться о своем здоровье. Напоминаем о некоторых профилактических мерах. Грипп – это опасно. Грипп – это вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Как распознать грипп? Резкое повышение температуры. Головная боль. Кашель и боль в горле. Боль в мышцах. Что делать, если у вас грипп? Вызовите врача домой. Соблюдайте постельный режим. Регулярно мойте руки. Проветривайте помещение. Вовремя вакцинируйтесь. Закаляйтесь. Будьте здоровы! На этом у нас все новости на сегодня. Для зрителей, которые предпочитают смотреть наши выпуски по кабельному телевидению, программа «Сарапул новости» доступна на 27-й кнопке. А также смотрите наши программы в удобное для вас время в сети интернет на официальном сайте администрации города Сарапула и его страницах в социальных сетях. Далее наш эфир продолжит прогноз погоды. Добрых вам дел и только отличного настроения! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин